Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте конечно же ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала маркетса, где на ежедневной основе мы постим аналитический контент, общие новостные сводки по рынку и конкретные торговые рекомендации. Это также актуально и для выходных дней. Как вы знаете, в субботу и воскресенье у вас есть возможность торговать самыми популярными криптовалютами. Пользуйтесь ей, тем более, что рынок криптовалют по-прежнему удерживает за собой статус самого волатильного рынка из всех секций финансовых площадок. Ну что, друзья, сегодня мы подводим итоги вчерашнего очень важного релиза по США. Это данных по инфляции, которые являются основным индикатором для американского регулятора вкупе с статистикой по рынку труда, индикатором в принятии решений относительно ужесточения монетарной политики. И до выхода отчета я вам говорил, что инфляция это неизбежное следствие того, что сейчас происходит на рынке энергоносителей. Это неизбежное следствие последствий ковида, я имею ввиду проблемы с логистикой, сорванной цепочки поставок, реализация отложенного потребительского спроса. И, в принципе, все вот эти составляющие, они еще до скачка цен на нефть создавали условия для роста индексовопотребительских цен. И мы видели, действительно, по всем регионам инфляция даже несколько кварталов назад уже держалась на многолетних максимумах. Но то, что происходит с рынком нефти сейчас, это основной буст для роста цен потребительских цен. Потому что, в конечном счете, повышение цен на нефть, это, разумеется, то, что приводит к росту цен на топливо. Высокие цены на топливо в качестве издержек через тех, кто реализует топливо, перекладывается все это на плечи потребителей и, в конечном счете, выливается в цену. Мы видим то, что тенденция, которая сложилась в последние месяцы и недели уж точно, если брать отрезок самого большого значительного скачка цен на нефть, это период, который уже подстегнул именно рост показателей инфляции до тех уровней, которые фиксируются сейчас. И в Штатах это значение. 7,9% против показателя двухмесячной давности на отметке 7,5%. Но, еще раз повторяю, друзья, это февральская статистика. Основной рост цен на нефть пришелся на первое число марта. И в этот период времени цены на бренд WTI достигли максимума с 2008 года. Если мы посмотрим на стоимость топлива, может быть, кто-то из вас упустил этот момент, хотя я думаю, что на одном из своих брейпингов я касался этой темы. Стоимость бензина в США достигла исторического максимума и превысила 4,2 доллара за галлон. То есть это не максимум за 5, за 7, за 10 лет, это исторический максимум. Поэтому мартовские цифры по инфляции, которые мы будем анализировать в начале апреля, будет новый рост и уже до максимума больше, чем за 50 лет. Я думаю, что инфляция такими темпами, как она растет сейчас в Штатах, достигнет показателей в 10%. И что это значит? Это значит то, что ФРС, который уже на следующей неделе повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов, будет обязан делать то же самое на каждом последующем заседании. Поэтому общая ставка, ключевая ставка ФРС в конце 2022 года будет в районе 1,5-1,75%. Котировки по индексу доллара 98,62. По мнению экспертов Bloomberg, по мнению экспертов-аналитиков Citi, Bank of America и Goldman Sachs, индекс доллара завершит эту неделю в районе 103-105 пунктов. То есть, с учетом текущих котировок даже без плеча, друзья, ультраконсервативный трейдинг может принести солидный профит. Тем более, что сделка по покупке индекса доллара, это сделка без свопух. У вас не будет никакого дополнительного бремени именно из-за удержания этой позиции. Также, помимо индекса доллара, я рекомендовал покупать пару доллар-иена. Рост продолжается. Мы вот-вот сделаем нашу следующую цель на отметке 117 иен за доллар. Сейчас котировки 116.67. Европейская валюта тоже герой в плане фундамента вчерашнего дня, потому что заседание Европейского Центрального банка. Мы наблюдали за котировками евро-доллара до оглашения итогов заседания до пресс-конференции в районе отметки 1,1050. И я обращал ваше внимание, друзья, что, скорее всего, ЭЦБ не сможет осмелиться ни на какие сейчас изменения параметров денежно-кредитной политики, потому что страшно сейчас что-либо делать. Повышение процентной ставки – это, напротив, то, что могло бы еще больше замедлить сейчас темпы экономического роста. Я оказался прав, потому что Европейский Центральный банк действительно решил и дальше держать руку на пульсе, но не вмешиваться в то, что происходит в моменте. И наш сценарий был то, что евро окажется под ударом, продолжит снижение, протестирует поддержку 1,10. И вот там можно будет уже снова шартить с целями, пониже 1,08, может быть, даже 1,07. В перспективе среднесрочно 1,05, почему бы и нет. Сейчас котировки ниже отметки 1,10, но можно сказать прямо на планке 1,10. То есть, если вам евро как актив интересен, можете присмотреться к этой шартовой потенциально привлекательной сделке и примкнуть к тем, кто уже зашартил. Прогнозы темпа экономического роста еврозоны – 3,7 ожидания до конца этого года скорректированы с 4,2%. Причем здесь пересмотр прогноза экономического роста полностью связан и обусловлен ростом цен на нефть. Такая математика, что если стоимость нефти растет на 10 долларов, темпы экономического роста в ВП экономики снижаются на 0,1%. И эта математика реально бьется, потому что в целом, судя по тем цифрам, которые анализировались до и сейчас, вот нефть умудрилась пройти уже на 40-50 долларов вверх. Инфляция в еврозоне 5,8%. Это тоже лишь еще цветочки, ягодки впереди. 7-8% точно будут. И инфляция будет топить потребительскую активность на фоне еще и замедление экономического роста, пожалуйста, стакфляция. Явление, которого давно не было, но которое неизбежно. Я не верю в европейскую валюту, особенно с учетом еще актуального энергетического кризиса. Потому что в любой момент Европу, как ранее отмечалось, могут убедить также пойти на секторальные ограничения и запретить поставки. Отказаться от поставок углеводородов из России, либо Россия может просто перестать поставлять сырье через северный поток 1. По поводу других инструментов. Биткоин снижается 38 719. Цели мои прежние. Я ожидаю, что рынок криптовалюта окажется еще ниже. 35 000. Цель 30 000. СНП также под давлением 4248 пунктов. Рынок нефти 109 33. Вот очень много вопросов. Также в комментариях я видел относительно того, почему рынок нефти все-таки начал корректироваться сейчас. Честно говоря, есть несколько объяснений. С одной стороны, это после того, как США ввели эмбарго на поставку углеводородов, мы знаем то, что ЕС не присоединился к этим ограничениям. Поэтому потенциально сейчас речь идет о том, что из-за доли российских поставок в американском импорте, 8-процентная, потенциально рынок сильно сейчас не потеряет. Но, как я только что отметил, Европейский Союз может присоединиться к этим ограничениям в любой момент, как следствие усиления санкционного давления. То есть здесь я не вижу причин, из-за которых сейчас покупателям нужно капитулировать. Второй момент. Объединенные Арабские Эмираты, которые вроде бы как призвали страны ОПЕК плюс увеличить объем нефтедобычи, чтобы сбалансировать рынок и оставить то ралли, которое уже имеет место быть. Однако буквально через 5 часов после того, как эта новость появилась, представитель Объединенных Арабских Эмиратов, министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил о том, что это все фейк. Таких комментариев от данного региона страны не было. Поэтому Объединенные Арабские Эмираты как были солидарны с позицией ОПЕК действующей, так и остаются. Здесь тоже нет, получается, фактора для развития нисходящей динамики. Поэтому я трактую то, что сейчас происходит на рынке нефти, как коррекцию после того мощного ралли, которое имело место быть. Но поскольку все геополитические риски сохраняются, дефицит приложения также актуален, как несколько дней назад, думаю, что выкуп может последовать в любой момент. Друзья, собственно, на этом все. Большое спасибо вам за внимание, хорошего закрытия этой недели и хороших выходных. Увидимся в понедельник. Всем пока!